МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомню, братам Лизюковым, изникла бронзовая выява Ордена Червоной Зорки. Санитарная працовка. Гомельские автобусы дезинфицируют холодным туманом. А зараз об этом и иншим больше подробязно. В акционерном товаристве Гомельшкло ни один работник не долучился до закликов оппозиционных сил не выходить на працю. Сегодня предприемство не просто працует в штатном режиме, но и разглядая махчимость освоения новых рынков сбыта своей продукции. Завод наведали наши корреспонденты. Коллектив акционерного товариства Гомельшкло – это 1860 человек. Правда, на участку в творчестве специального шкла относно нешматрюдно. Процесс нанесения покрытия максимально автоматизованный. По великим рахунку основная задача специалистов – контролировать ход работ. Как и вчера, на працю вышли все без выключения. Заклики оппозиции провести забастовку не подтримал никто. Мне на это нет времени. У меня семья, есть работа. Я на это внимание уже не обращаюсь. Адекватно оценили на Гомельшкло и обицание оппозиционных сил компенсовать страты, которые могут быть отриманы работниками, увы, не выходу на працю. Кажут, что сподеваться на людей, которые находятся за межами краины и не ведают с реальной ситуацией на предприемстве – великая рызыка. Дети должны учиться, рабочие должны работать, потому что никто нам не оплатит, никто нам не поможет. А кушать хочется каждый день, и детки хотят и конфетку, да и обуться, и одеться надо. ГТГ для акционерных и товарства Гомельшкло был непростый. За пандемией коронавируса ширых замежных партнеров в основной спы неудеянность. У вынику экспертные поставки снизились. Могутности предприемства тогда были задеянишены, прикладно, на 60%. Теперь ситуация нормализовалась, але на полную загрузку завод поколь не вышел. Разом с тем администрация акционерных и товарства приняла решение подтримать работников и не снижать их заробки. За 9 месяцев этого года средняя зарплата склала 1100 рублей. Зарплата у нас хорошая, не ниже средняя по стране. Коллектив у нас хороший, дружный, сплоченный, профессиональный. Призывок к забастопкам у нас нету. Самое главное – это работа. Шкло для вокна, мэбли, автомобилев, холодильников, газовых и электричных плит. Сегодня Гомельшкло вырабляет широкий ассортимент продукции, до 80% якой поставляется на экспорт. Наибольшь значные поставки ожидаются в Украину, где больше не працуе ни один уластный шклозавод. Сярод инжих партнеров – Россия, краины Балты, Польша. Пробные порты накерованы у Венгрию и Румынию. Спынять деянность Гомельшкло не сбирается. Больше затое. У наступном годе объемы вытворчасти будут повелечены. В любом случае мы всегда будем осваивать новые рынки. И там, где будет лучшая цена, там мы будем продавать. Будет это Россия, значит будет Россия. Будет Украина, будем продавать на Украине. Будет это Польша, будем продавать, осваивать польский рынок. У нас всегда стоит задача 100% загрузка производственных мощностей. Это порядка до 40 миллионов квадратных метров стекла в год. Александр Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». У Гомеля, напомнику героичным братам Лизюковым, зник бронзовый элемент. Докладно невядомо, як это могло здараться, але одна з наибольшь мягчимых версій – вандализм. Металичная выява з усім невеликого померу. Напевно мало, хто заважив ее отсутность. Тем не менее, есть ты, у кого здарение по-соправдному знайшло в отгук у души. Я не хочусь нагадать, як важна берах чы память о падеях Великой Айчынной войны. Подробязности в наступном сюжете. Так зараз выглядая постамент помника. Тут знаходилася выява ордена червоной зорки, якую отрымау Яуген Лизюкову. По усіх знешніх приметах бронзовый элемент быцем скалупнули. Для когостя усяго толькі маленькая зорачка, а для некага – великая страта. Иван Афанасиў – загадчик кафедры русской ісусветной літературы ГДУ имя Франциска Скарыны. Для внучатага племенника братаў Лизюковых, помнік легендарным франтовікам, месцава ўсіх сэнцэх асаблівая. А крамя таго Иван Миколаевич – адзін з ініціатора ў яго узвядзіння. Выявіў прапажу зоркі пачас шарговага візіту до помніка, кабу скласти кветкі. Маучаць аб тым, што здарылыся, не змог. В душе была і абіда, і возмущення, і недоумення. В общем, было очень больно. За этим маленьким бронзовым знаком красной звізды встаёт, как мне представляется, очень большая і серьёзная проблема. Мушыны не застаўся адзін ў сваім жадані аднавіць справедлівасць. Яго абурэнне патрымаў телеграм-канал «Зачапіла» і апублікаваў пост. Гамильша неупеўнене. Зневажливое ставлене до памяти народа не може стать нормой. Люді безсовісны, которые не понимают, што прожили людзі, за што получили ці награды і как это было. Зараз абставі на інциденту высветляюць права хоўны органы. Неабыякавыя гамильчані спадзяюцца, што до сёмага листападу пыта не будзі знята. Миколай Скинціян, Валера Гапанько, Телерадоя компания «Гамиль». Халадны туман для дезінфекція аутобусаў Гамиля был аутотранс. Набыў портатывны распыляльники, кабы облегшыць працу персоналу і павысыць якоцца працовкі салонов. Заработай нового генератора, які маецца ў распораджыні шостага аутопарку, назирала Марына Сіверьянова. Раніў у резервуары треба було спочатку напампаваць поветра, потім распыляць ўсё ручную. Кабы справиться з адным салоном аутобуса, тратилася хвилин 20. А таких аутобусов за змену прабиральшыку необходно дезінфіцировать не меншак 30. Новый аппарат ў некалькі разу ўканоміць час. Одзін генератор халадныга туману каштуе 600 рублёв. Такі она будуть для інших філіала ў Гамре Абл-Аутотрансу і рамонтной зоны. Новое приспасаблення, оно вам облегчаўт труд? Оно облегчаўт в том плане, что раньше мы затрачували по 20 минут на рашение салона. Сейчас ў нас уходят полторы, ну, от силы две минуты, в зависимости от длины автобуса. Поэтому, конечно, оно с этим аппаратом намного легче. У шостым аутопарку адказна ставяться не тільки до працовки автобусов, але й до здоров'я самих работников. Усім необходно носить маски, корыстаться антисептыками. Усё гэта прадоставляя наймальник. Увы, нікус, больших тысяч работников предприемства разом с філіалами, зараз на лист кучасовання працоздольности тільки 4 супрацовники. К сожалению, ўже эпидемиологическая ситуация такова, да, что нужно беречься, себя и близких. Расскажите, что делаете вы в автопарке для того, чтобы быть самим здоровым и сберечь коллектив? Ну, мы разработали, утвердили нашего руководителя план мероприятий по профилактике, предупреждению и нераспространению коронавирусной инфекции. Прежде всего, значит, что мы сделали, это ввели масочный режим. Причём внутри помещения ношение маски, это имеет обязательный характер. Кроме того, мы изменили график работы медицинского персонала. И теперь у нас накануне рабочего дня, перед входом, значит, в помещение, медицинский работник всем измеряет температуру, ну и, соответственно, отстраняет от работы. Кроме того, значит, мы запаслись необходимым для этого средством индивидуальной защиты. У нас вот на сегодняшнее утро на складе более тысячи перчаток, более двух тысяч масок многоразового использования. Также у нас более 160 литров дезинфицирующего раствора. Каб захавать здоровье пассажиров, аутопарк уробит всё махчимое. Остатнее, например, корыстаться в салоне автобусов масками, справа самих пассажиров. Носить не всем. Таким людям можно яширо знагадать, что маска, коли не оборонить на 100% от инфекции, то значительно снизить вирусную нагрузку на организм. А гэта махчимость худка и лёгка справится с хворобой. Марина Северьянова, телерадио, компания «Гомель». Техник межрегиональных линий «Гомель-Витебск» будет курсировать на регулярной основе. Нагадаем, с 27 вересня белорусская чагунка призначила состав, який по неоделях и по неоделках звязал три областные центры – «Гомель», «Махилё» и «Витебск». С початку курсирования нового техника им скоростались около 1800 пассажиров. С уликом запотребованности маршрут будет денежать и далі. Техник отправляется с «Гомеля» по неоделях в 17.16, пробывая в «Витебску» 23.26. Отворотным на керунку отдыходець после полночи и ранецы приезжая в «Гомель». У шляху продугледжены припинки на станциях Будокошалёвская, Жлобин, Грогачёв, Быхов, Махилёв, Шклов и Орша. Подробязности об раскладе и коште проезду можно доведаться на сайте белорусской чагунки, празмобильный додаток, а так само по номере 105. «Гомель», який навучается, «Початок, старт, развитие». Реализацию проекта под такой назвой мерковали подчас круглого стола. Проект ожитявляет майстерни инновационных технологий припотримцы Немецкой ассоциации народных университетов у Республицы Беларусь. Глобальная сетка ЮНЕСКО ставит две основные задачи. Забеспячение равноправного доступа до якостной адукации людей у всех взрослых на протягу жития и будовництва открытых, беспечных городов, заснованных на принципах устойливого развития. Важно отримливать дворотную связь и формировать адукационную простору. Это навучание на прационных местах альбо в громадском асяроде. Реализация проекта у Гомеля распочалась в 2016 году. По выниках проведенных доследований высветлилась, горничане готовы отримливать неформальную адукацию. Людей цикавят темы бизнесу, особо сного роста психологичных ведов. «В этом году мы говорим прежде всего об институциональной структуре в виде совета при органе власти. Далее это разработка стратегических документов, проведение публичных презентаций. Но и следующий этап – это как раз-таки уже получение запроса. И мы верим, что это будет уже дело следующего года для создания каких-то приложений или компьютерных интернет-площадок, для того, чтобы можно получать этот оперативный запрос и, по сути, облегчить доступ каждому к знаниям любого вообще характера и любого формата». Гомельская областная филармония открыла 54-й концертный сезон. Свято было двойным. Все лето камерному оркестру установы исполняется 10 годов. Тому всю программу вечера побудовали в окол юбиляра и ахудрыжора Андрея Глазянкова. На мероприемстве побывала Ганна Коральчук. Выбранная, любимая, великим концертом открыла новый сезон Гомельская областная филармония. Артысты подрактовали музычный перформанс уделом у всех солистов и коллективов. Так каждый слухач мог почуть мелодию на свой густ. До речи этого масштабного свята чекали не только аматоры музыки, а и сами артысты, которые из-за эпидемичной ситуации вымышены были и изначно скоротить концертную деятельность. Хотелось бы сказать, что мы очень рады, что наконец-то все-таки это свершилось. И очень зритель соскучился по мероприятиям. У нас сегодня открытие сезона. Мало того, у нас еще и десятилетие нашего камерного оркестра под управлением Андрея Глазянкова. У нас были проекты, люди работали. Мало того, люди репетировали, люди старались сделать новые постановки. Более того, даже, можно сказать, усилили свою работу. Так что артисты не сидели сложа руки, а, в общем-то, работали целиком и полностью, подсвечали себя творчеству. Открыла концерт «Сюита» от камерного оркестра. До своего первого юбилея артисты пришли с великим творчим багажом, вопытом, майстерством и захопленностью. В программе были и авторские творы их дирижера Андрея Глазянкова. Дорога сам он является мультиинструменталистом, играя на фортепиано, баяне, укулеле, дудуку и бандынеоне. А пошние три года керую коллективом. Изначально коллектив создавался без дирижера. Был руководитель, который занимался подбором программы. Это Татьяна Владимировна Томпсон. В дальнейшем коллектив возглавил Владимир Аводок, который проработал несколько лет. И после него еще потом работал Владимир Васильевич Милютин. В свою очередь я стараюсь как-то обновить программу, в то же время и сохранив какие-то классические традиции. Но обновление, чтобы было более в современном каком-то ключе. В программе вечера музыка очинных и замежных композиторов, популярные мелоды разных жанров. От духовной классики до авангарду. Аплодисментами со строкали глядачей лауреатов международных конкурсов Вольгу Кузьменко и Константина Горошко. Камерный хор под керовнистом Алены Соколовой и гитарист-виртуоза Андрея Войцеховского. Ганна Крайчук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Это и другие новины. Информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Суд вынес приговор женщине, которая ударила двух сотрудников ГАИ диском от культиватора. Напомним, инцидент произошел в Рогачевском районе. В поле зрения экипажа попал автомобиль, в котором по ориентировке дежурного мог находиться нетрезвый водитель. Инспекторы машину остановили, ну а дальше события стали развиваться неожиданным образом. Один из пассажиров решил, что принятая мера пресечения в отношении водителя-бесправника и хозяина авто недостаточно жесткая. И на просьбу успокоиться оказал экипажу активное сопротивление, оторвав сотруднику погон. В процессе задержания за мужчину вступилась его теща и ударила обоих инспекторов по голове диском от культиватора. А потом схватила одного из них за воротник и сорвала цепочку стоимостью в тысячу рублей. Суд Рогачевского района признал женщину виновной в препятствии незаконной деятельности представителя правопорядка. И приговорил ее к ограничению свободы на три года шесть месяцев. Назначил лечение от хронического алкоголизма и постановил взыскать с обвиняемой в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере полутора тысяч рублей каждому. За минувшие сутки сразу два наезда на пешеходов произошли в Гомельском регионе. В обоих случаях пострадавшим понадобилась госпитализация. Мужчина, получивший травмы в Мозырьском районе, скончался от них в больнице. Рано утром 24-летняя девушка-водитель автомобиля Митсубиши Каризма, двигаясь по дороге Р-36 в сторону Лельчиц, сбила пешехода прямо на зебре. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ведя велосипед. Еще один наезд случился в Речицком районе. Водитель автомобиля Рено Меган наехал на нетрезвого пешехода, который находился на проезжей части. Мужчина получил травмы и был госпитализирован. Учитывая, что оба наезда произошли в темное время суток, ГАИ рекомендует не забывать об использовании фликеров. Прослыл умелым мошенникам. Гомельчанин ввез в Беларусь 12 машин с перебитыми номерами. Он пригонял легковушки иностранной регистрации под видом поставленных на учет в Беларуси. Еще за границей мужчина видоизменял идентификационные номера кузова автомобилей, чтобы не уплачивать таможенные платежи. При въезде на территорию страны таможенникам водитель представлял технический паспорт на автомобиль, вин которого был вварен на ввозимую машину. Регистрационные номера на автомобиле также соответствовали указанным в техпаспорте. Таким образом, мошенник ввез в страну 12 стареньких иномарок. Сумма ущерба, который был нанесен государству в виде неуплаченных пошлин, составила 140 тысяч белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело. Попал в больницу из-за взрыва баллончика автомобильной присадки. В Мозрецком районе ЧП произошло в салоне грузовика. Он двигался по автомобильной дороге в сторону деревни Козенки и совершил роковой наезд на искусственную неровность. По версии водителя, баллончик с присадкой ударился о металлические уголки, находящиеся в кабине, в результате чего произошла вспышка с последующим горением. С термическими ожогами мужчина был доставлен в больницу. Пассажир, который находился рядом, не пострадал. Достали из колодца живым и невредимым. В Гомеле спасатели отреагировали на вызов о помощи собаке. На улице Могилевская в открытый колодец глубиной в один метр упал щенок. Хозяйка спускаться за питомцем побоялась и набрала 101. Спасатели прибыли оперативно. Оказалось, четвероногий друг застрял между трубами, расположенными на дне колодца. При помощи подручного инструмента его подняли на поверхность. Щенок не пострадал, услуги ветеринара не понадобились. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Завтра в Гомеле состоится очередной матч чемпионата Беларуси по волейболу в дивизионе А. Местная энергия встретится со столичным мопидом. Матч пройдет на паркете спорткомплекса «Локомотив» начала в 19.00. Организаторы просят болельщиков сохранять масочный режим. Дефлимпийской команде «Годсор» Гомель по волейболу руководители областной федерации вручили спортинвентарь. Отделение передало игрокам мячи. Также спортсмены скоро получат от организации новую форму. К слову, именно эта дружина представит наш регион на республиканском турнире. Завершилось областное первенство по баскетболу. В турнире участвовали шесть юношеских команд 2007-2008 годов рождения из Гомеля, Светлогорска, Речицы, Калинковичи, Чечерска и Кормы. По итогам соревнований бронза досталась спортсменам из Речицы, серебро у баскетболистов из Светлогорска. Золото завоевала команда областного центра. Лучшие спортсмены войдут в сборную области и представят наш регион на республиканском турнире, который стартует в Гродно 4 ноября. В Гомеле проходит открытое городское первенство по фехтованию. В соревнованиях участвует молодежь до 23 лет. За награды поборются не только спортсмены областного центра. Завтра к ним присоединятся представители Могилева, Бреста и Минска. Для фехтовальщиков это возможность проявить себя. Атлеты смогут претендовать на включение в сборную не только региона, но и страны. В Гомеле у нас развивается в основном рапира, мужская и женская, и сейчас шпага женская. Ну, час прошел у нас чемпионат Республики Беларусь. Наши девочки заняли в команде первое место, в личных – второе и третье место. Рапириски Андреенко, Аня Андреенко, Яна. И по шерневу Екатерина первое место заняла в шпаге женскую. То есть я считаю, что нормально, хорошо выступаем. В Гомеле прошли традиционные турниры по киокушинка и каратэ, сакура над сожим и кубок областного центра 2020. За награды боролись юниоры, молодежь и взрослые. Турнир уже стал традиционным. Ежегодно на него приезжают спортсмены со всей Беларуси и стран-соседок. В этом году участников немного меньше – около 200 человек. Кроме атлетов из Беларуси были представители и России. Киокушин растет, он продолжает развиваться, набирать обороты, секции развиваются. Единственное, что сейчас немножко сложнее с ситуацией в мире, с пандемией. Немного у нас был пробел в тренировочном процессе. Но сейчас возобновилось. Будем надеяться, что вторая волна нас не затронет. Будем дальше работать, развиваться, расти. Для спортсменов это первый турнир в этом году. В ближайшее время планируется несколько детских соревнований. Наверное, у нас самая представительная команда. Потому что мы все-таки хозяева турнира. Но и большие команды еще хочется отметить. Лида привезла к нам. Город Минск – приличную команду. Могилев – большая команда. Дениса Дыдалева – хотим отметить. Сашу Концевенко – это наши ребята, которые ходят в сборную республики и уже являются призерами первенства мира. Победители определялись в каждой весовой категории. У спортсменов нашей области всего 32 медали. 10 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых. Средняя возрастная группа мальчиков начала борьбу за путевку в финал республиканских соревнований среди детей и подростков кожаный мяч. За награды борются команды восьми районов области. Финалисты и победители областного этапа определятся завтра. В четверг и пятницу матчи проведут спортсмены старшего возраста. Ранее билеты на заключительный раунд турнира достались девочкам из центрального района Гомеля и мальчикам из Лельчицкого района. В Гомеле прошел открытый чемпионат и первенство Гомеля по стрельбе из лука. В турнирах участвовали юноши и девушки. Их разделили на две категории – младшие спортсмены до 2005 года рождения и старшие от 2004 года рождения. По итогам турнира в своих группах победили Никита Дубровский, Алина Малаева, Радамир Елисеев и Ольга Садовникова. На этом пока все с новостями спорта. Вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.